Любопытный факт на этой неделе озвучили в лингвистическом университете. Оказывается, все больше нижегородцев начинает учить китайский язык. Почему люди так тянутся, вроде бы, к самому сложному языку на планете, лингвисты не уточняют. Видимо, причины стоит искать не в лингвистике, а в политике и экономике. Если к китайскому интересу россиян только-только просыпается, то у китайцев к русскому он и не засыпал. Все меньше жителей России верят в страшилки о том, что китайцы захватят мир. Хотя мировую экономику они действительно вот-вот захватят. Ксения Доринова не побоялась сказать «нихао» китайской культуре, чтобы проверить, а кто кому сейчас нужнее – мы китайцам или китайцы нам? Это стихи одного китайского поэта. Карл Суфинканиш язык Поднебесный изучает уже год. Говорит английский в сравнении с китайским – это семечки. Совершенно иная фонетика, непривычная тональность, вместо алфавита – иероглифы, а их более десяти тысяч. Карл всерьез занял сайт для нас экзотическим языком не только для души. Китайский сделает ему карьеру. Интерес к Поднебесной растет, как на дрожжах. И это не мода, это макроэкономический тренд. Китай сегодня уже не ширпотреб. Вторая после США сверхдержава. С Китаем связаны экономики у многих стран. Да возьмите что угодно, вот хотя бы даже телефон. Дизайн Байпл, Калифония, Эссембл, Тинчайна. С таким соседом дружить надо тесно. Китай для России – стратегический партнер. О российско-китайских отношениях рассказывает политолог Евгений Семенов. Поднебесная – самый перспективный потребитель наших углеводородов. Гигантский рынок и нескончаемый человеческий ресурс. Предложить друг другу страны могут многое. И сотрудничество это не только экономическое. Китай на самом деле является определенной альтернативной политической и экономической силой с точки зрения геополитических процессов, которая может соблюдать, которая позволит сохранить вот этот баланс отношений в странах, где в общем доминирует американская идеология, американская политика, американская экономика. Сегодня Китай явно составляет мощную конкурентную силу. И в этом отношении Китай явный союзник России. Пока вершится большая политика, китайская и российская стороны пытаются преодолеть языковой барьер. У нас в городе открыт институт Конфуция на базе НГЛУ, где сейчас обучаются около сотни русских. В Китае наши культурно-образовательные центры, университеты обмениваются студентами. Лю Джина в Нижнем Новгороде учится на преподавателя русского языка для китайских школьников. Говорит, наш язык в Поднебесной довольно популярен. Правда, о России среднестатистический китаец знает немного. Но, похоже, самое основное. В Китае люди знают, что в России очень большая территория. И Путин очень популярный в Китае. И Медведев. И как я знаю, что Путин очень популярный в Китае. Валя, она же Ван Линдзюнь, владеет искусством каллиграфии. Это считается жемчужиной культуры Востока. Для нас она написала стихи. Им строчки идут сверху вниз. А читать их надо справа налево. Перевести строки на русский Валя смогла с трудом. Это что-то о силе любви и глубине чувств. Пятитысячелетняя восточная мудрость. Китайская цивилизация одна из древнейших в мире. Письменность, поэзия, литература. Китайцы открыли миру многое. Но культура Поднебесной остается непонятной. И кажется, что закрыты мы в бытовых вещах, далеки друг от друга. Даже критерии красоты разные. Говорим девушке в лицо. Ой, ты загорела? Ой, может быть, она может расстроиться. Мукла, это может быть свет кожи. Это значит, что человек хорошо отдохнул. Ну а у нас? Ну человек это хорошо отдохнул, это не значит, что обязательно это выражается в свете кожи. Это наоборот. Может быть, он трудился на солнце. А в Лингвистическом университете теперь будут готовить Китай и ведов. С этого учебного года в НГЛУ открываются совершенно новые направления, где профилирующим языком будет китайский. Здесь уверены, такие специалисты будут востребованы. Стремясь, прежде всего, обеспечить качество, мы могли бы бесшабашно открыть еще это направление и постараться, так сказать, получить места еще немножко раньше. Но мы хотели, чтобы у нас для этого была достаточная база. И вот с открытием Института Конфуция, при котором у нас работают носители языка, плюс мы подготовили своих специалистов. Вклад в это дело развития отношений, он оценивается и китайской стороной тоже. То, что будущее за китайским, политологи и экономисты прогнозируют с 90% точностью. А Карл Сафинканич сейчас собирается на стажировку в Китай, после чего хочет устроиться на работу в какой-нибудь китайско-российский проект. Ксения Дорина, Максим Василов. Объективно. Итоги недели. ННТВ.